Ребята, я рад всех вас видеть в третьем, в данном случае, заключительном обзоре на проект LSFX. И в данном случае давайте разберем дорожную карту и команду данного проекта. Так вот, в начале 2017 года, именно в первом квартале, был сделан обменный курс и исследование развития в данном проекте. Далее, в втором квартале уже была завершенная команда и архитектура платформы, тоже была завершена. Далее, в втором квартале было начало разработки платформы. Далее, в первом квартале 2018 года уже нынешнего было расширение команды, архитектура платформы организована и начальная разработка платформы. Далее, в втором квартале 2018 года были маркетинговые исследования, разработана маркетинговая стратегия, аудит безопасности LSFAC от CoinSpec был и разработка платформы краудфандинга. Далее, было начало продажи токена в 3-4 квартал, далее было окончание продажи токена, создание токена LSFAC, продвижение торговой программы, также программа торговцев развития электронной торговли. И, соответственно, это все, скажем так, завершенные этапы. И давайте расскажу про то, что предстоит в будущем. Так вот, в следующем, в 2019 году будет бета-версия платформы для электронной коммерции, приложение для Android от LSFAC, а также развертывание функций и новая дорожная карта. А теперь про команду тоже поговорим. Так вот, кто здесь является участниками данного проекта? Это Нортон Соломон, прежде всего, генеральный директор. Это Дэйв Вилсон, руководитель консультативного совета. Это Даймс Памбуди, главный основатель и управляющий. Далее, соответственно, это Шекзат Хан, СТО и адвайзер. Юлия Йоси Вилсон, финансовый директор. Адель Малек, менеджер проектов. Также это Реджес Карант, эксперт в безопасности. Также Майкл Мирам, СМО. Также Кларк Эдлер, менеджер социальных сетей. Также Майкл Соттербук, бизнес-консультант. И Джим Рустин, директор по маркетингу. Добавлю сразу, что здесь есть у всех людей ссылки на их профиль в LinkedIn. То есть, можно убедиться, что это реально существующие персонажи, а не выдуманные. И при желании, конечно же, написать им и задать любой интересующий вас вопрос по данному проекту LastFact. Кроме того, добавлю, что, возможно, я чью-то фамилию, чьё-то имя назвал неправильно. Но, надеюсь, что люди на меня не обидятся. Это связано с тем, что я, возможно, не идеально знаю языки, на которых, в общем-то, должны быть эти фамилии и имена как раз-таки. Ну что ж, далее мы видим менеджеры стран. То есть, тут есть менеджеры таких стран, как Гонконг, Филиппины, Индия, а также Германия, Нигерия, Индонезия, Китай, Гонконг. Также Венгрия, Польша, Италия, Соединенные Штаты Америки, Канада и, наконец, Нидерланды. Ну и также мы видим новости, связанные с данным проектом в различных порталах. Тоже можно прочитать это. Ну и видно партнеров данного проекта. Это CoinPayments, Seenote, Conspect, TradingView и OctanoX. Ну что ж, в принципе, на этом я, пожалуй, завершу как данный обзор, так и в целом как раз-таки рассмотрение данного проекта LSFAC. Если он вас заинтересовал, то заходите, ссылка есть в описании к этому видео. Тогда всем спасибо за просмотр и всем пока и до встречи в новых моих обзорах.